Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Многих задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета, в связи с чем именно не уточняется. Источник Интерфакса рассказал, что из всех задержанных в Москве 50 несовершеннолетние. Также возбуждено уголовное дело, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, наказание по ней вплоть до пожизненного заключения. Следственный комитет возбудил дело после нападения на полицейского в Москве, который потерял сознание. Один человек ничего не может, но все-таки вот масса, по крайней мере покажут, что нельзя так дальше жить, нельзя. Но я боюсь, что этого будет недостаточно. Я боюсь, что им нужно, чтобы по башке как следует дали, вот тогда, может быть, до них дойдет. В Волгограде против студента завели дело о нападении на полицейского во время митинга. Сейчас молодой человек находится в изоляторе в Краснодаре. Были задержаны 17 человек. Всех их сегодня признали виновными в неповиновении сотруднику полиции, либо в проведении несогласованного митинга. Суд назначил им до 15 суток ареста. Россия будет свободной! Россия будет свободной! 131 человек задержан в Петербурге. На всех составлены административные протоколы. Там в акции протеста приняли участие, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч человек. Во Владивостоке на несогласованной акции полиция задержала около 40 человек, в том числе несовершеннолетних. Митинги прошли как минимум в 84 городах России. Сегодня суды по всей стране рассматривают дела задержанных. Сегодня также судят и сотрудников фонда борьбы с коррупцией. Во время митинга они освещали происходящее в трансляции на YouTube-канале. В середине дня полиция пришла в офис и задержала всех сотрудников. Это 17 человек. Их также обвиняют в неповиновении законному требованию полиции. Кроме того, из офиса ФБК вынесли всю технику. А вот руководителю предвыборного штаба Алексея Навального Леониду Волкову вменяют уголовную статью возбуждения ненависти либо вражды. Нам обменяется, что мы не вышли из помещения, как только полиция пришла нас эвакуировать. Вы прекрасно видели в прямом эфире, что мы вышли. Поэтому получается достаточно фондацемогорично. Люди сидят в офисе, работают, тут у них выключают свет, приходит полиция и всех задерживает прямо на рабочих местах. Сегодня в Белоруссии проходят суды над участниками субботних массовых протестов. Также будут судить и тех, кто вчера вышел на Октябрьскую площадь Минска с требованием освободить задержанных. Протестующие требовали отставки президента Лукашенко и отмены налога на тунеядцев. Суд в Минске арестовал на 12 суток россиянина, фигуранта болотного дела Алексея Полиховича. На 15 суток арестован также гражданин Украины Руслан Серещенко. Сегодня пройдет около 100 судебных заседаний за участие в митингах. Всего за два дня было задержано около 1000 человек. Но рано или поздно, я знаю, время придет. Все они будут стоять на площади, и каждый человек придет и плюнет ему в рожь. В России началась акция протеста дальнобойщиков. Водители сразу в нескольких регионах выступают против системы Платон. Она собирает плату за проезд по федеральным трассам. О начале акции сообщают из Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья, Амурской области и других регионов. Дальнобойщики выстраивают свои фуры вдоль дорог. Ранее объединение перевозчиков России заявило, что в акции примут участие не менее 10 тысяч водителей. При этом несколько дней назад правительство пошло на уступки и решило повысить тариф не вдвое, а на 25%. Таковы главные новости к этому часу. С вами была Мелани Бачина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин